Ну погнали! Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. И что мы тут видим? Давайте посмотрим на биткоин. Итак, друзья, у нас снова уже в очередной раз, в третий раз, посмотрите, на TRDR загорелись крупные продажи на этом уровне, примерно в 43 500. Но если внимательнее мы присмотримся, то на самом деле продажи с каждым разом чуть-чуть ниже. Посмотрите, мы можем здесь построить вот такую наклонную линию сопротивления, да, и обратите внимание. Хотя вот здесь вот на самом деле свеча до сюда не дошла. Вот если бы она дошла здесь вот до 44, было бы прямо идеально. Но на самом деле здесь все-таки продажи были плюс-минус на том же самом уровне, что и вот здесь. Вот здесь они были чуть выше. Соответственно, все это вместе может образовать потенциально такую, хоть и не идеальную, но голову и плечи, да, с выходом вниз. Если мы сейчас пробьем вот 42 300, где-то вот примерно вот эту трендовую, то шансы того, что мы идем дальше в коррекцию, увеличиваются, на мой взгляд. Поскольку TRDR достаточно редко ошибается, это ончейн данные, еще раз вам говорю, кто не знает, кто зашел впервые. Обязательно, кстати, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал, потому что у нас клево. У нас ежедневно практически выходят новости, обзоры, зарубежная аналитика, стримы и так далее. Вот. А во-вторых, соответственно, да, я хотел сказать для тех, кто зашел впервые, что вот эта штука называется TRDR. Она показывает именно ончейн данные со стаканов всех крупных бирж. То есть это не какой-то просто индикатор на трейдинг-вью, который опаздывает за ценой, а это, наоборот, опережающий индикатор, и он нам показывает все крупные продажи и покупки. Если вы, кстати, заинтересовались, сейчас появится обзор вот там вот сверху, как правильно настроить TRDR, как его подключить к себе, обязательно посмотрите. И ссылку на этот самый сервис вы также найдете в описании под этим видео. Вот, TRDR, и также, как его настроить, обязательно посмотрите, если захотите его себе добавить. Вот. Но если мы на нем отдаляемся на четырехчасовик, то мы видим, что здесь, в принципе, вот этих и вот этих продаж не было. То есть они были не такие существенные, а вот эти продажи были. И обратите внимание, на четырехчасовике нас очень часто зажимает в этом коридоре между, соответственно, покупателем и продавцом. Коридор иногда вот у нас двигается. Сейчас он, кстати, двигается вниз. Обратите еще свое внимание на то, что все это время коридор у нас с вами двигался наверх. Видите, и покупки росли, и продажи выше становились. Но вот это был переломный момент, собственно, ETF. Как только приняли ETF, соответственно, началась коррекция. И что можно сказать? На самом деле, это был наиболее ожидаемый сценарий. Мы с вами о нем говорили все это время, что биткоин локально уже достаточно перекуплен. И, в принципе, пора бы уже и в коррекцию сходить. И, кстати, давайте также посмотрим по уровням Fibonacci. Вот мы упали от хая до лоу, и мы сейчас отскочили до 0.5 уровня. В принципе, статистически высока вероятность, что мы прямо либо отсюда, либо от 0.618 уровня, который сейчас находится на 44.900 примерно, что мы от него дальше и продолжим даунтренд. Если, опять же, вот это был локальный пик, и мы увидим более серьезную коррекцию, то вполне ожидаемо будет развернуться где-то вот здесь. Так что смотрим сейчас за этим уровнем, за тем, как поведет себя битточек. И обязательно, кстати, проверяем еще, подписаны ли вы к нам в Телеграм, потому что у нас в Телеграме гораздо больше инфы, которая чаще обновляется. Ну, допустим, даже видео сделать, понимаете, или выйти в стрим, это занимает несколько часов. А в Телеге мы пишем буквально сразу, так что обязательно подписывайтесь туда тоже. И вот что еще хотел сказать, что с этих самых пор, как ETF одобрили, у нас образовался уже нисходящий канал по покупателям и продажам, так что вполне разумно ожидать чего-то такого, я думаю. Напишите в комментариях свой вариант, как думаете вы, что произойдет с биткоином в ближайшее время, Flat, Dump или To The Moon. А я пока вам хочу еще напомнить кое-что другое. На бирже DeepCoin стартовало специальное торговое состязание именно для нас с вами, для Crypto Commons. Посмотрите, оно только началось, и продлится еще 26 дней, до конца февраля, до 29 февраля. Биржа DeepCoin, если кто не знает, это новая биржа, но она уже 14 место в CoinMarketCap по объемам. Тут достаточно хорошая ликвидность, здесь есть много инверсных пар всяких, Bitcoin Cash, Litecoin, Link для альтходлеров. Вот, собственно, ими я сейчас здесь и торгую. Фишка этой биржи еще в том, что здесь не обязательно KYC, то есть это для тех всех, кто не хочет светить свои данные или находится в запрещенном регионе. А фишка этого состязания, друзья, в том, что здесь нет минимального порога входа. Единственное, у них уже есть русский язык на бирже, но пока еще не русифицировали вот эти вот правила турнира. Но вы можете легко перейти по ссылке из описания, вот так их взять, обвести и засунуть в переводчик и перевести. Я вам могу вкратце сказать, в чем фишка. Значит, во-первых, здесь нет минимального порога входа. Минимальный депозит, чтобы вступить, 0 долларов. Понимаете, да? Ну, конечно же, чтобы торговать, нужно, чтобы у вас там было хотя бы сколько-то там, ну, грубо говоря, 100 долларов там положить или даже меньше в альткоине можно. И вот здесь нажимаем Apply. Кстати, я тоже нажимаю Apply. Вот, и все, вот я зарегистрировался. Смотрите, и в чем третий прикол? В том, что здесь очень мало участников. Посмотрите, вот было до сих пор 2, сейчас со мной, наверное, станет 3. Да, еще не обновилось. Видите, каждые 2 минуты обновляется. Короче говоря, добавляйтесь обязательно, потому что у нас с вами здесь будет, ну, 10-20 участников, я думаю, в лучшем случае. Соответственно, очень высокие шансы на победу. Смотрите, 10 призовых мест, и призовой фонд растет. Чем больше нас с вами вступит, он может до 5000 долларов подняться. Соответственно, сейчас, пока он призовой фонд 1000, первое место 400, второе 250, ну и так далее там по уменьшению. Поэтому давайте, чуваки, дерзайте. Это ваш шанс реально урвать какой-то приз. Грубо говоря, поторговать на 100 долларов и забрать там 400 или даже больше. Добавляйтесь обязательно. Все, это я сказал. По поводу моих позиций на байбе. Торгую, скальплю, что тут скажешь. Вот, сегодня все выходило в плюс, без убыток. Сейчас опять в небольшом минусе. Аудио, лайткоин, мана, эфир, полка, дот. В общем, ручной стоп, рука на пульсе. И, как я уже вам сказал, если мы сейчас посыпемся вниз и пробьем вот эти вот последние уровни поддержек, я просто выйду и буду ждать более лучших точек для входа. По поводу кросс-портфеля, как раз сейчас, я считаю, самое время его набирать. На бирже Femex, как я вам и говорил, самый лучший процент на плечо. Здесь можно занимать биток и покупать альты, если вы хотите лонговать альты к битку. Собственно, я это сейчас и делаю тоже, соответственно. Вы можете делать как хотите, не обязательно за мной повторять. Но в долгу, я думаю, что сейчас самая-самая тема с низким риском вот так во втором плече, в третьем набирать. Как и альты к биткоину стопудовые, которые еще не улетели, так и сам биткоин к доллару и альты к доллару тоже. Просто плечо в битке стоит в 10 раз дешевле, чем плечо в USDT. Имейте это в виду. Вот. Ну а так в целом, если мы отдаляемся на недельку, то здесь все прекрасно. Посмотрите, мы с вами отбились по биткоину от EMA Ribbon четко вообще. Зеленая свеча Хайка Наши недельная. Вот давайте понаблюдаем за ней, потому что если мы пойдем наверх сейчас уверенно, то естественно этот весь прогноз с коррекцией, если не отменяется, то переносится до лучших времен. А вот если мы сейчас замешкаемся, ребята, и пойдем вниз, тем более, что посмотрите на недельках, здесь очень сильная рыночная манипуляция была. Вот этот бесплатный индикатор Market Order Bubbles замечательный. Показал нам, что цена здесь достаточно перекуплена в моменте. То есть рынка мы толкали наверх, плюс красная точка на сайфере, плюс RSI разгружается. Короче говоря, есть шансы. Есть шансы на коррекцию. Так что, друзья, будьте готовы откупать ниже. Ставьте стопы, ставьте лайки, ставьте теки. Держите котлету частично на откуп, на всякий случай, если вы на споте. Потому что, да, если вдруг окажется, что этот ETF был локальным хаем, то смотрите, 0.38 FIBA 36 тысяч долларов, 0.5 32, или даже золотой карман 28. Это все еще на балансе вероятности, друзья. Мы все еще можем туда упасть. А у меня на этом все. Спасибо, что смотрите. Это канал Crypto Commons. И скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok